В сегодняшней проповеди я бы хотел поделиться с вами некоторыми уроками из одной мольбы, которую Всевышний Аллах привел нам в Коране. Это один из аятов 17-й суры «Аль-Исра», который я читал вам ранее. Один из последних аятов. «И скажи, Господи, пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым. Даруй мне от Тебя знамения и помощь». Это очень сильная и прекрасная мольба, которая может помочь верующим в их жизни, и наша проповедь будет посвящена ей. Сначала я хотел бы вам рассказать немного о предыстории этого аята, чтобы вы поняли, каким образом появилась эта мольба и какую пользу она принесла, в первую очередь нашему посланнику, мир ему и благословение, а затем и в общем, всем нам. Поскольку верующие знают, что главная цель любой мольбы – связь с нашим Господом, и Господь помогает нам посредством нашей мольбы к Нему. Все наши мольбы в той или иной степени приносят нам пользу в этой жизни. Однако я хотел бы начать с первых аятов этой суры. Сура начинается с одного уникального события, произошедшего в жизни пророка, мир ему и благословение, когда он был чудесным образом перенесен из Мекки в Иерусалим. Там он совершил молитву, а затем был вознесен на седьмое небо, и затем вновь вернулся в Мекку. И все это случилось, если считать по земным меркам, меньше, чем за секунду. Но для пророка это заняло внушительный объем времени, поскольку время в этой мирской жизни совсем не такое, как в невидимом мире. Но когда пророк, мир ему и благословение, рассказал об этом путешествии своим сподвижникам, то, конечно же, верующие, такие как Абубакар, сразу же подтвердили, что именно так и было. Даже если это звучит невероятно, что человек посреди ночи может отправиться в путешествие из Мекки в Иерусалим, затем подняться вплоть до седьмого неба и вернуться обратно, до этого встретившись с предыдущими пророками, совершив с ними молитву, а затем увидев все эти сцены из потусторонней жизни. И действительно, для неверующих это звучало как шутка. Они приняли эти слова с издевкой. Многобожники приходили к верующим и говорили, «Вы что, на самом деле верите, что он это сделал? Вы серьезно считаете, что он отправился в Иерусалим на каком-то волшебном животном, а затем поднялся на небо и совершил настоящее межгалактическое путешествие? И верующие отвечали, «Да, мы верим в это». У них не было в этом сомнений. Их вера была непоколебима. Почему? Потому что это не было основой их веры. Основа их веры уже была заложена. Они уже были убеждены в том, что Коран – это речь Аллаха, и что Мухаммад, мир ему и благословение, посланник Аллаха. И когда они уверовали, они также поняли, на что способен Аллах. И то, что Он уготовил для нас в последней жизни, еще более удивительно. Когда Он поднимет их из могил. Поэтому, что им мешает поверить, что Аллах может отправить Своего посланника в Иерусалим таким чудесным образом? Следует отметить, что эта сура была неспослана в тот момент, когда Пророк, мир ему и сподвижники, испытывали большие трудности. Наступило время, когда им начали наносить не только моральный, но еще и физический вред. Мусульман стали пытать, избивать, угрожать смертью. Возникли даже планы убить Пророка, мир ему и благословение, или как минимум изгнать его из Мекки. Аллах говорит в Коране. Они чуть было не изгнали тебя с земли, вытесняя тебя оттуда. Итак, они желали изгнать его, терроризировали его, внушали страх. Об этом Аллах также говорит в этой суре. И вот в свете этих событий я хотел бы вот чем поделиться с вами. Всевышний Аллах перенес Своего посланника из Мекки в Иерусалим. И Аллах говорит о причине этого действия, для того, чтобы показать наши чудесные знамения. Аллах хочет, чтобы Пророк поразмышлял над историей Иерусалима. Но наш Пророк, мир ему и благословение, не является экспертом в истории иудеев. Он почти ничего не знает об укладе их жизни, об их земле, кроме того, что Аллах открыл ему. И что же Аллах открыл ему в этой суре? Он сказал ему, что раньше в Иерусалиме находился дом Аллаха, но он неоднократно подвергался нападению. И людей сгоняли, превращали в рабов. И об этом говорится в самом начале. Все это важно знать Пророку, мир ему и благословение, поскольку он также рискует быть изгнанным из Мекки. И теперь он собирается узнать об истории людей, которых изгнали из храма. И более того, этот храм потом был еще и разрушен. Фала Аллаху, Кааба не была разрушена, хотя, несомненно, над ней надругались. Вы знаете, что она была окружена идолами, и ее наследие, несомненно, было искажено и поругано. Всевышний Аллах, перенеся Пророка в Иерусалим, как бы говорит ему, то, через что проходишь ты, не является чем-то новым. Такое происходило и раньше. Таков закон Аллаха в отношении своих Пророков. И ты также один из Пророков, поэтому не беспокойся о том, что должно произойти. Это первое, что Всевышний Аллах хочет донести до Пророка, мир ему и благословение. Второе, что Аллах хочет донести до Пророка, это когда ты поднимаешься с земли прямо до седьмого неба, то переселение из Мекки в Медину уже не представляется каким-то большим сложным делом. Ты легко справишься с этим путешествием. Ты сделаешь это. Если Аллах сохранил тебя на протяжении этого чудесного путешествия, то это простое земное путешествие уже не будет казаться чем-то большим. И далее Всевышний Аллах говорит, даже если жители Мекки изгонят тебя, то после тебя власть не будет принадлежать им долго. Другими словами, даже если ты покинешь Мекку, ты совсем скоро вновь вернешься в Нию. Совсем скоро ты одержишь победу. Хотя это было совершенно невообразимо и невозможно для мусульман в то время. У них не было ни власти, ни уважения в том обществе. Они были предметом насмешек, куда бы они ни отправлялись. Даже самого пророка оскорбляли и били. И теперь им говорят, не беспокойтесь, даже если вас изгонят из Мекки, вы вернетесь в Нию, поскольку власть мекканцев долго не продлится. Свят Аллах. Вот что Аллах хотел показать пророку мир ему и благословение посредством этого путешествия. Но затем в середине всего этого тема меняется. И вот здесь-то все становится по-настоящему интересным. Поднимаются другие вопросы. Как пророк должен подготовиться к путешествию? Как он должен подготовиться к этим трудным переменам? Ведь это один из самых трудных моментов в жизни пророка мир ему и благословение. Даже несмотря на утешение, которое Всевышний Аллах дал ему, наш пророк был очень привязан к Каабе. Он испытывал к ней большую любовь, поскольку Кааба была построена его предком, Ибрагимом мир ему. И он знал об этом. Это как если кто-нибудь из вас вынужден покинуть свой дом, свою родину. Как это бывает трудно? И есть еще духовная причина. Почему он не хотел покидать Каабу? Многие люди не знают, но до того, как нам было верено молиться в сторону Каабы, мусульмане молились в направлении Иерусалима. Но что делал пророк мир ему и благословение, находясь в Мекке? Поскольку перед Каабой можно становиться в любом направлении, он становился таким образом, что Кааба находилась перед ним, а за Каабой находился Иерусалим. Так он мог молиться в сторону Иерусалима, соблюдая установление молитвы и при этом проявлять уважение к дому своего отца Ибрагима. И это, кстати, показывает важность того, почему пророк отправился именно в ту мечеть, в мечеть Иерусалима, поскольку это была первоначальная кыбла. Это можно сравнить с умрой, предписанной Аллахом, поскольку это была первоначальная кыбла, еще до того, как ею стала Кааба. Об этом говорится в сире пророка «Мир ему и благословение». И вот пророк «Мир ему и благословение» переселился в Медину, и он должен молиться, как обычно, в сторону Иерусалима. Но дело в том, что если он направится в сторону Иерусалима, Мекка окажется за его спиной. Он уже не может встать так, чтобы Мекка и Иерусалим были в одном направлении. Если он повернется в сторону Иерусалима, Мекка окажется за его спиной. И это причиняло ему душевную боль. Есть предания, в которых говорится, что пророк «Мир ему и благословение», покидая Мекку, оборачивался к Каабе и плакал, обращаясь к ней так, как будто он прощается со своей матерью, да благословит его Аллах и приветствует. Это было очень эмоциональным путешествием для пророка, мир ему и благословения. Однако оно было не только эмоциональным, но еще и довольно опасным. Мекканцы наняли людей, единственной задачей которых было обнаружить его следы, найти и убить. Это была их работа. Они знали, что он планирует бегство, что это, скорее всего, произойдет ночью. И поэтому они готовы были тут же напасть на его след, схватить и убить. И дошло до того, что его чуть было не убили. Это описывается в другой суре, суре покаяния, ниспосланной намного позднее. Наемники шли буквально по пятам за ними. Настолько, что в один из моментов стоило им посмотреть вниз, как они увидели бы пророка, мир ему и благословения, и Абу Бакра, спрятавшихся в пещере. И именно в тот момент пророку, мир ему и благословения, неспосылалось откровение, Абу Бакр был очень взволнован, и пророк повернулся к нему и сказал, «Не печалься, Аллах с нами». Удивительные слова. Даже в той ситуации пророк не сказал, «Не бойся, Аллах с нами». Он сказал, «Не печалься, Аллах с нами». Абу Бакр не боялся, он просто печалился, что если их обнаружат, истина умрет и уже не будет распространяться. Вот что печалило его, а не страх перед смертью. Не было причины говорить, «Не бойся, Аллах с нами». Поэтому пророк и сказал, «Не печалься, Аллах с нами». Итак, мы узнали, что это путешествие было очень опасным, очень грустным, очень болезненным, в эмоциональном плане. И учитывая все это Всевышний, Аллах дает пророку полноценную провизию, которая поможет ему подготовиться к путешествию. И так Аллах делает всегда. Когда вы готовитесь к трудному путешествию, Он дает вам наставление. Например, когда вы отправляетесь в хадж, Аллах говорит, «И запасайтесь, и поистине лучшим запасом для вас является боговаязненность». Когда мы отправляемся в хадж, что является трудным путешествием? Аллах велит нам хорошо подготовиться, собрать все необходимые вещи, иметь при себе все документы, взять достаточно денег, выбрать безопасный маршрут, не разговаривать с подозрительными людьми. Все это заключено в одном слове – «таза у ваду» – «запасайтесь». И лучшим запасом из всех запасов является ваша боговаязненность, а затем уже ваша осторожность и внимательность в пути. Вот что Аллах говорит нам, когда мы отправляемся в путь. Теперь, каким образом Аллах подготавливает пророка, мир ему и благословение? Что Он говорит ему? Вы удивитесь, но Всевышний говорит, «Совершай молитву с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете». Хочешь подготовиться к путешествию? Молись. Хотя пророк, мир ему и благословение, и так был усерден в молитве, и он молился и до того, как был неспослан этот аят, теперь Аллах говорит ему, «Тебе придется расстаться со своим народом, расстаться с родиной». Но всегда помни, что одна связь у тебя останется, и ты должен укрепить ее, как никогда раньше. И это связь с Аллахом. И, кстати, на арабском слово «связь» звучит как «саля», что также означает «молитву». Поэтому Аллах говорит, «Неважно, насколько ты будешь отдален от Мекки, ты никогда не будешь отдален от Аллаха». И из всех пяти обязательных молитв, сильнее всего ты будешь связан с Аллахом чтением Корана на рассвете. Заметьте, Аллах не сказал молитвой на рассвете. Он назвал ее Кораном Фаджра, Кур'ан Аль-Фаджр. Студенты, изучающие арабский, знают, что слово «Коран» в Коране не прибавляется ни к одному слову, кроме слова «фаджр». Это удивительное выражение. И вот Аллах говорит своему посланнику, «Мир ему и благословение, особенно усердствуй в рассветное время, когда ночь уходит и появляется свет». Именно это время самое лучшее для чтения Корана. Есть много причин, почему это так важно. И на этой лекции я расскажу вам о некоторых из них. Между Исой, мир ему, и нашим пророком, мир ему и благословение, был длительный период темноты. И он был подобен ночи. И затем, наконец-то, пришел свет откровения, который подобен утру. Коран, читаемый на рассвете, на самом деле символизирует собой конец периода темноты и начало откровения. Пророку, мир ему и благословение, было сказано, «Даже если ты проходишь через самый темный и трудный период в своей жизни, до тебя все человечество пребывало в еще более темном времени. И затем явился этот Коран. Поэтому не беспокойся. Если ты усердствуешь в чтении Корана на рассвете, то неважно, через какие бы темные времена ты не проходил, впереди тебя ждет свет. Так же, как солнце, появляясь, освещает всю землю, так и Коран будет освещать твое сердце на протяжении всей твоей жизни. Коран на рассвете». Какие же это удивительные слова, обращенные к Пророку, мир ему и благословение. Далее Аллах говорит, «Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях. При чтении Корана всегда присутствуют свидетели». Возникает вопрос, кто является свидетелями? Арабское выражение «кана мажгуда» означает, что свидетели присутствуют всегда. Однако свидетели не указаны. Знаете, что это значит? Сам Аллах будет свидетельствовать о чтении Корана на рассвете. Также он упоминает, что это будут ангелы, единственной задачей которых является свидетельствовать о чтении Корана на рассвете. Имам Арразий говорит, «Этот аят также является указанием на то, что верующие должны побуждать друг друга совершать утреннюю молитву коллективно, чтобы они свидетельствовали друг о друге, чтобы каждый из нас свидетельствовал о другом». И именно это и происходит на коллективной молитве. Итак, смысл этого аята в том, что чтение Корана на рассвете подготовит Пророка, мир ему и благословение, к предстоящему переселению. И затем Аллах, обращаясь непосредственно к Пророку, говорит, «Бодрствуй часть ночи, читая Коран в дополнительных молитвах. О, Мухаммад, в течение части ночи совершай дополнительную, желательную молитву, тахаджуд». Почему желательную? Потому что сподвижники, услышав эти слова, могли подумать, что это обязательно для них. Поэтому Аллах тут же разъяснил, что это дополнительная, желательная молитва для Пророка, не для сподвижников. Некоторые даже выводили отсюда, что ночная молитва, тахаджуд, была обязательна для Пророка. Это была дополнительная обязанность для Него, но не для нас. Нам же желательно ее совершать, но для Него это было обязанностью. Почему? Аллах говорит нам, почему. Быть может, твой Господь возведет тебя на достохвальное место. Достохвальное место? Макамам Махмуда. У меня осталось несколько минут, но я обязательно доведу до вас, что это значит. Пророку, мир ему и благословение, было сказано, что если он будет молиться в середине ночи, то у него есть шанс быть воздвигнутым на достохвальное место. Почетное место. Макаман Махмуда. Это не случайные слова. Что же это значит, достохвальное место? Сам Пророк, мир ему, сказал нам, что такое макам Махмуд, достохвальное место. Это относится к событиям, которые будут происходить в судный день. В тот день все человечество будет собрано. Аллах говорит, в тот день мы призовем всех людей вместе с их предводителями. И этот аят не случайно находится в той же суре ночной перенос. Это умма. Все мусульмане также будут призваны с их предводителем, Пророком, мир ему и благословение. Никто не будет говорить в тот день, кроме того, кому позволит милостивый. И тем единственным, кому Аллах позволит говорить в судный день, будет Пророк, мир ему и благословение. Все человечество, весь океан людей будет собран в одном месте. Один человек начнет подниматься над остальными. И все будут видеть, как этот человек поднимается. Пророку, мир ему и благословение позволят говорить. Он говорит, в тот день я буду восхвалять Аллаха такими словами, которых я еще даже не знаю. Аллах внушит мне эти слова, которых никто и никогда раньше не слышал. Тогда Пророк, мир ему и благословение, будет говорить с Аллахом. Это и есть достохвальное место. Я расскажу вам о том, что именно Пророк, мир ему и благословение, будет говорить в тот день. Он скажет, ляббайка ва саадейка. Ляббайка, значит, вот я перед тобой. Ва саадейка, и как же я счастлив видеть тебя. Ва шарру лейса и лейка. Тебе невозможно приписать зло. Ва льмахдию манхадейт. Кого ты повел прямым путем, тот истинно ведумый. Ва абдукабайна ядейка. И твой раб перед тобой. Пророк говорит о себе. Ва ля мальджаа, ва ля манджаа минна илля илейка. И нет места, где можно спрятаться и найти убежище. И нет спасения от тебя, кроме как у тебя. Табаракта ва таалейта. Благословен ты и возвышен. Субханака. Свят ты и лишен всех недостатков. И последние слова по-настоящему трогают меня. Пророк говорит. Раббаль бейт. Господь дома. Он говорит не просто Господь, а Господь дома. Какой город пророк собирается покинуть? Он покидает Мекку, где находится что? Дом Аллаха. Аллах сначала говорит. Читай Коран на рассвете. Затем говорит. Молись часть ночи. Возможно, Аллах возвысит тебя на достохвальное возвышенное место. И когда он будет поднят на это достохвальное место, он обратится к Аллаху со словами. Господь дома. Но когда пророк, мир ему, назовет Аллаха Господом дома, он уже не будет находиться рядом с Каабой. Слова Господь дома относятся к трону Аллаха. Это трон Аллаха. Великое царство Аллаха на небесах. То есть над Каабой. Аллах как бы говорит пророку. Ты переживаешь, что покидаешь дом Аллаха, то есть Каабу, и переселяешься в Медину. Я же готовлю тебя к тому, чтобы ты увидел меня возле моего трона. Не переживай об этом путешествии. Я уже приготовил для тебя более величественное путешествие. Лучше подготовься к этому путешествию. А то земное путешествие легко пройдет для тебя. Свят Аллах. Какое же это невероятное путешествие. Вот что было дано пророку, мир ему и благословение в качестве подготовки. И сейчас мы перейдем к мольбе, которой была посвящена эта проповедь. Она звучит так. И скажи, теперь, так как ты подготовил себя, попроси Аллаха. Господи, пусть мое пришествие будет правдивым. Господь мой, позволь мне войти в предназначенное мне место правдиво. По-арабски это звучит как «мудхаля сыткин». Это выражение трудно перевести, но я постараюсь передать вам некоторые из его значений. Братья, прошу вас сядьте поближе. Выражение «мудхаля сыткин» означает «О Аллах, куда бы ты ни повелел мне войти, сделай так, чтобы я не свернул с истины. Сделай так, чтобы истина всегда сопровождала меня». Сытк с арабского переводится не только как «правда», но еще и как «благо». Получается, можно перевести и так. «О Аллах, куда бы ты ни повелел мне войти, сделай мое вхождение благим. Введи меня туда, где есть благо для меня. Окружи меня людьми, которые примут мою истину. Сделай меня правдивым для других, и пусть другие тоже будут правдивы со мной». Вот что значит «мудхаля сыткин». Далее. «И пусть мой уход будет правдивым». «О Аллах, откуда бы ты меня ни вывел, сделай так, чтобы я был привержен истине и всему, в чем есть благо». Вот что интересно. Ведь пророк не пребывал куда-либо, а наоборот, покидал определенное место. Он покидал Мекку. Поэтому я бы ожидал, что Аллах скажет «И скажи, Господи, выведи меня отсюда». «Так, чтобы я остался верен истине и всему, в чем есть благо для меня». Но вместо этого Аллах начал со слов «И скажи, Господи, введи меня с истинной во благе». На самом деле в этом заключается великая мудрость Аллаха. Когда я изучал толкование этих слов, которые давали ученые в прошлом, я был совершенно озадачен. Кто-то говорил, слова «введи меня в истинное место» относятся к Медине, а слова «выведи меня с истиной» относятся к Мекке. Другая группа ученых говорила, нет-нет-нет, на самом деле слова «введи меня с истиной» относятся к его возвращению в Мекку, а слова «выведи меня с истиной» означают его уход из этого мира. Третьи говорили, эти слова означают «введи меня в могилу, приверженном истине, и выведи меня из могилы». И все толкования правильные. Но знаете, почему существует столько толкований? Потому что Аллах не стал ограничивать эту мольбу исключительно переселением пророка, мир ему и благословения. И в этом великая мудрость Аллаха. Каждый из вас, я, моя семья, ваши семьи, каждый человек на земле, находится в какой-либо ситуации, либо выходит из какой-либо ситуации. Мы либо в центре чего-либо, либо надеемся выбраться откуда-либо. То, что Аллах хочет донести до нас в этой мольбе, просто удивительно. Если вы хотите выйти из какой-либо ситуации, и при этом остаться на истине, приобрести благо, то сначала будьте усердны в своей молитве. И особенно держитесь за свою рассветную молитву. И если вы на самом деле хотите достигнуть почетного и достохвального места, то совершайте дополнительные молитвы по ночам. И затем, когда вы сделаете это, то в какой бы трудной ситуации вы ни оказались, вы уже не будете беспокоиться о том, выведет ли вас Аллах из этой трудной ситуации или нет. Вы будете знать, что сначала Аллах приготовил для вас нечто прекрасное и благое, а уже затем избавит вас от трудностей. Надеюсь, мои слова понятны вам? Я хочу донести до вас красоту этой мольбы. Когда человек испытывает трудности, когда у вас или у меня проблемы, то обычно единственное, о чем мы думаем, когда же мы избавимся от всех этих неприятностей? Это единственное, чего мы желаем. Аллах же по своей мудрости дал нам мольбу, которая не только избавляет нас от неприятностей. Аллах как бы говорит нам, «Перед тем, как вы попросите избавить вас от неприятностей, сначала попросите меня привести вас к благому и, среди прочего, избавить вас от проблем. Сначала приведи меня к благому, а уже затем выведи меня с благом». Поскольку может оказаться так, что вы избавитесь от одних неприятностей и попадете в еще большие неприятности. Так часто происходит в нашей жизни. Поэтому прежде, чем думать о том, как выйти из вашей трудной ситуации, Аллах говорит вам, чтобы вы молили Его подготовить для вас благое место. В котором вы сможете придерживаться истины. И отсюда мы делаем вывод. Неважно, в какой бы ситуации мы ни оказались, какие бы проблемы ни окружали нас, мы должны просить Аллаха так, что наша личность, наше достоинство, наша правдивость не подвергались опасности. Пока все это присутствует в нас, то в каком бы положении мы ни оказались, мы можем надеяться на лучшее. И, наконец, последняя часть этой мольбы звучит так. «Даруй мне от тебя знамения и помощь». «Даруй мне какое-нибудь знамение, которое может исходить только от тебя, о Аллах». и которое касается исключительно меня и никого другого. На арабском это звучит как «сультана насыра». Если говорить проще, то эти слова означают следующее. «О Аллах, даруй мне уверенность в том, что я делаю». «Сультан» на арабском может означать «силу», «власть», то есть «даруй мне силу, чтобы я мог преодолеть ту или иную трудность». Также «сультан» может означать «ясное доказательство», ясность ума. «О Аллах, что бы я ни делал, даруй мне ясность в этом». «Даруй мне ясность, которая поможет мне». «Позволь мне относиться ко всему с чистой и ясной головой, что бы я ни проявлял спешку во всем, что бы я ни делал». Вы знаете, в чем здесь мудрость? Когда мы находимся в отчаянном состоянии, когда у нас проблемы, мы часто принимаем решения, не обдумав все тщательно. Порой нами двигают одни эмоции, а затем мы сожалеем о нашем решении. Поэтому мы должны молить Аллаха в первую очередь оставаться непоколебимыми, принимая решения и опираться на наши убеждения. И во-вторых, мы должны просить Аллаха, что бы мы ни делали, даровать нам способность принимать твердые и обдуманные решения, которые окажут нам поддержку. И далее Аллах говорит, «Скажи, явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель». Затем просто объяви, что пришла истина и сгинула ложь. Если сделаешь все это, не беспокойся ни о какой лжи, которая встретится тебе, ни о ком, кто причинит тебе проблемы. Все это рано или поздно исчезнет, если ты посвятишь себя Аллаху. Да сделает нас Аллах из тех, кто искренне посвятил себя Аллаху, и да избавит нас от всех наших недостатков. Все мы имеем недостатки. У всех у нас есть слабости. Кто-то привык поздно ложиться спать, из-за этого не может проснуться на утреннюю молитву, или встает с трудом, или даже когда совершает молитву, спит на ходу. Да, такое тоже бывает. Да сделает нас Всевышний из тех, кто избавляется от плохих привычек, встает на утреннюю молитву и получает пользу от чтения Корана в рассветное время, чтение, о котором свидетельствует и которое станет нашим помощником. И да сделает нас Аллах из числа тех, кто встает на молитву Тахаджуд в середине ночи. И пусть Аллах выведет нас из любой трудной ситуации и приведет к тому, в чем есть благо для нас, и что усилит нашу приверженность истине. Да благословит вас и меня Аллах посредством благородного Корана, и да принесет Аллах пользу мне и вам посредством его мудрых аятов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok